Я хочу вместе с вами прочитать место со второго послания апостола Павла Коринфянам, восьмая глава, и я прочитаю с первого стиха, давайте возьмем по четвертый. Второе Коринфянам 8, 1-4. Увидавляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокой нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении, и их участие в служении святым. И теперь, братья, мы хотим вас знать, что Бога дала в Македонию. Из-за того, что Бога дала в Македонию, и их экстремная павлица, велика 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 велика. Вы знаете, когда я читаю это место из Слова Божия, самый первый стих, который говорит, я уведомляю вас, братья, о благодати Божьей. И дальше я как бы приготовил свое сердце для того, чтобы слышать, что церковь, она богатая, она сильная. Слышать о чем-то радостном, что происходит у них в церкви. Ну, все, что может подразумевать под собой слово благодать. Когда дальше читаешь, начинаешь читать, и Библия рассказывает и говорит, что у них, они просто преизобил этими скорбями, у них большие проблемы. Не то, что, но в этих проблемах каким-то образом у них есть радость. Но через эти проблемы, somehow, эта церковь имеет радость. Вы знаете, Библия говорит здесь, среди великого испытания скорбями. Не очень понятно, как апостол Павел говорит, я хочу сказать вам, показать вам церковь, где присутствует Божья благодать. Мы не понимаем, как апостол Павел говорит, когда он говорит, я хочу показать вам церковь, где грязь Бога обидится. А затем, говорит, у них большие скорби, испытания, проблемы. Также интересно то, что, когда читаешь все это место вместе, слаживаешь все это, я, на самом деле, я не знаю, ну, во многих церквях был. Я видел многих христиан, с которыми мы работали, разговаривали, общались. Но интересно то, что четвертый стих, он говорит, что в русском переводе, здесь написано, они весьма убдительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. В английском, во всяком случае, в моей Библии написано, «begging us». Интересно то, что они не просто просили, они не просто говорили, «Послушайте, мы можем вам помочь, мы можем что-то для вас сделать». Они умоляли их, чтобы как-то поучаствовать в их служении. Сколько людей вы видели, чтобы просто приходили, и не просто говорили, что «я могу помочь», у меня есть какие-то ресурсы, которыми я могу послужить для вашей церкви, или для какого-то определенного служения. Но сколько людей было, которые приходили, смотрели вам в глаза и говорили, «пожалуйста, разрешите мне помочь вам, пожалуйста». Но не только что, «я могу помочь», но и сказал, «пожалуйста, давайте я помочь вам». Знаете, я не встречал ни одного. Но может быть, вам повезло больше, я не видел такого. Я не знаю, может быть, вы были более счастливее, чем я, но я не видел такого. Чтобы люди приходили и умоляли, умоляли кого-то помочь, и они бы попросили вас, чтобы помогать вам. Я хочу немножечко сейчас уйти с этого места, и чтобы каждый из нас, мы подумали о том, что для нас, для каждого из нас, для меня, для вас. Я хочу, чтобы каждый лично задумался, что такое слово «счастье». Мы каждый ищем какого-то определенного счастья. Мы каждый ищем чего-то, чтобы чувствовать себя счастливым, довольным. И часто, довольно-таки часто, это подразумевает то, что у нас будет достаток. У нас будет здоровье. В нашей семье все будет хорошо, наши дети будут нас слушать. У нас есть постоянная работа, на которой нас уважают. У нас есть работа, где нас ценят. У нас хватает времени на то, чтобы прийти в церковь, и на то, чтобы проводить время с своей семьей. Может ли быть, с того, что только что я писал, может быть что-то лучше. Наверное, это и есть, как мы иногда выражаемся, полная чаша. И я думаю, что это, что мы называем, полная чаша. Со временем, люди, которые ставят перед собой такие цели, которые достигают счастья в чем-то, из того, что мы перечислили, когда в их семью или в их ситуацию приходит что-то, что они не ожидали, они немножечко начинают, их ненадежды, их непонимание, оно начинает все рушиться. Часто люди доверяют Богу, и действительно от всего сердца могут сказать, слава тебе, Господь, но только тогда, когда в руке держат вот эту полную чашу. Когда в семья, в которой была эта полная чаша, приходит какая-то определенная проблема, например, заболел ребенок, Их надежды начинают рушиться, и люди понимают, что все это, оно временно. Все, что мы можем достичь в этой жизни, все, что мы можем приобрести, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этой жизни, это не является счастьем, потому что оно, оно не постоянное, и это может в любой момент измениться. И это может в любой момент измениться. Когда я читаю Библию, и, конечно, каждый из вас может найти определенное место, которое вы любите в Библии, и которое вам нравится, и вы можете найти, вот это место, вот это называется счастьем. Библия именно здесь описывает счастье. Библия называет, Библия называет многих людей счастливыми, но я хочу обратить на одну категорию людей, это записанное, говорит Луки, 6 глава, 20 стих, я не буду читать, я лишь напомню, где Библия говорит, блаженные нищие духом. Когда мы говорим нищие духом, когда я говорю нищие духом, я не имею в виду людей, которые, знаете, ну где-то там так, едва улыбнутся, практически ни с кем не разговаривают. Not talking about the people that barely talk, don't really communicate with anyone. They turn very slowly. And when you ask them, they think for a long time, and then they're like, as if they just received the revelation, they start answering, as if they're on some kind of big throne. Знаете, я не думаю, что это люди нищие духа. В то же самое время, в этом мире слово нищета, оно ассоциируется с людьми, которых ничего нет, с людьми бедными, с людьми несчастными. Библейское понятие нищеты немножечко, мне кажется, разнится с нашим понятием нищеты. And a biblical understanding of poverty, I think, is a little different with our modern understanding. Бог никогда не ассоциирует духовную нищету со слабостью или убогостью. Мне кажется, что есть некоторая разница. Знаете, Библия говорит, не говорит, что бедные, блаженные люди, которые бедные. The scripture doesn't say blessed are the poor. Библия говорит, блаженные люди нищие духом. But blessed are the poor in spirit. Я хочу, чтобы мы немножечко нашли разницу, что во всяком случае, я так понимаю, что бедность и нищета это две разные вещи. Бедный человек это человек, у которого есть практически все. Он может, у него есть крыша над головой, у него есть еда на каждый день, но у него нет излишка, чтобы что-то отложить на свой saving account. A poor man is the man that has a house, but he doesn't have anything in excess. He just has barely enough. Я помню, когда мы только приехали в Америку, то мы считали буквально каждый доллар, чтобы заправить автомобиль, для того, чтобы приехать в церковь. В то время, я думаю, что вот это состояние можно описать люди бедные. Когда мы говорим о нищете, это люди, у которых нет ничего. Это люди, которые не знают, что они будут есть через час, через два. Они не знают вообще, будут ли они есть сегодня. Они не знают, где они будут ночевать сегодня. Они не знают, что будет завтра. У них нет никого, кто бы мог их поддержать, кто бы мог сказать, все будет хорошо, мы как-то разберемся в этой ситуации, ты не переживай. Ты можешь прийти ко мне, у меня есть еда, и ты можешь пожить какое-то время. Нищие люди, это те, у кого нет ничего, и которые каждую минуту должны воевать за свое место под солнцем. Буквально каждую секунду, все, что они думают, это, где бы мне найти что-то, чтобы можно было поесть. Они каждый день думают, куда бы мне пойти, где бы мне найти Крышну головой, чтобы хотя бы дождь не падал на мою голову. Мы не говорим сегодня уже за мягкие подушки, за хорошее дьявление. Хотя бы, чтобы дождь не падал на его голову. Вы понимаете, как я вижу, что бедность, когда человек бедный, он навсегда может остаться в таком состоянии, потому что все его основные потребности, они удовлетворены. Ему не надо что-то делать сверх того, сверх своих усилий, для того, чтобы для того, чтобы насытиться и для того, чтобы спокойно уснуть и затем спокойно проснуться на следующий день. Такой человек, он никуда не двигается, ему ничего не надо. Он стоит на том месте, где он был, потому что ему там хорошо, ему не надо прилагать никаких усилий. I don't need to put any effort forward. Все есть. I have everything. Бедный человек, вот эта бедность, она движет его к тому, чтобы он куда-то шел, что-то делал, чтобы он переживал, что-то искал. But this man in poverty, it's making them move forward, it's making them to seek, look and find. It's giving him some kind of inner motivation that moves him somewhere. I want to remind you a story. I'm not going to read. We remember a man named Barthimeis. Do you remember when he heard that Jesus was walking by? He couldn't see. But he heard the noise, he heard the crowd. And maybe somebody said, oh, Jesus is coming by. But in some way, he understood that Jesus is nearby. And because he was completely in poverty, it motivated him to change his situation to change his position. And in this, he was looking for Jesus Christ. When he heard that Jesus is walking by, he didn't look at anyone. He didn't know what Jesus is doing at the time. He just stands up from where he was. and as he can, he starts looking for Jesus Christ. And the only thing that he could do, he couldn't really walk, he's blind. But what he could do, he was shouting and he was shouting Jesus calling on Jesus calling on Jesus so Jesus would help him. Around him, there were a lot of people. You know, I work in Seattle and I could only imagine if I was in Seattle where there's a lot of people downtown and just get out and start yelling something. S'one of the way, you know, not everybody would be amazed because it's quite normal for Seattle. But if you look decent, people will look funny at you. Or weird. If you just start shouting in the middle of the street, I don't know, if someone will say to you or not, that you are lying, but people will be surprised. But people will just mostly be weirded out. I don't think that I would have enough to stand in the middle of the street and start shouting something. He had no choice because in his poverty, he had to improve his situation. He understood that if he's going to be silent right now, Jesus will walk by and nothing will change in his life. He will need to continue to think about what should I eat? Where should I spend the night? Something similar could be said about our spiritual poverty. When in my life, I am not satisfied with the place that I'm in, with what's surrounding me. Where am I? I want something more in my life. Maybe I want God to open his word to me some more. Maybe I want God to speak to me. Maybe I want to live in more of God's blessings in my life. Maybe I want God to take me and use me as a vessel so that I could do something for someone. When we have this motivation inside to go to Jesus to ask us to fill something that is so lacking, I think that that could be looked as a spiritual poverty. So now, I understand very well why Apostle Paul when we just read, he starts talking about grace. He says, I want to share with you about God's grace. And then he says, these people have tremendous problems. But they're overjoyed. Weird, right? But now we understand why. He says, these people, they, in verse 3, they were able to give to as much as their ability and beyond their ability. It's not that I have something and I could give you a little bit, I could serve you somehow. In this poverty, we should say, they wanted to give even beyond their abilities. Beyond of what they could do. They had this desire, this will to do more. Let us look at verse 5 now. where Paul is explaining what happened to these people and why. Why did they have this desire in their heart? 5-й стих говорит, and not only as we had hoped, but they first give themselves to the Lord and then to us by the will of God. Оказывается, it turns out that as far as I understand, spiritual poverty can only come when a man completely surrenders himself to God. 100% to dedicate yourself to God. When a man completely surrenders himself to God, there is no longer any time to look right and laugh and be afraid of what people are going to say, whether I'll do this or that. What will the people say if they see me reading the scripture? What will the people say if I'm at work I'll open a Bible in a lunchroom and start reading it. Maybe some of you do that, but some people can look at that as have a little more careful approach to it. Because it'll be kind of like Bartimaeus who stood up and started just shouting in a crowd, Jesus have mercy on me. Maybe it's the same as a man opening the scripture and he starts paying attention to what he's reading. People can approach and start asking questions and you have to find strength within you to admit that I go to church and I serve God and not only that, but give them answers to their questions. But this can only be done by a man who has poverty, spiritual poverty, who is 100% surrendered to God. And there's no longer any space for shame. There's no longer any room to understand I am so high, how can I do these lowly things? I have some kind of education. I have some kind of position. Maybe I dress nice. How can I approach to somebody who's dressed not as good on the street and start telling him about Jesus? But when a man surrenders himself to God 100%, there is no longer his himself in it. There's no pride. There's no shame. Because everything that I want is now to serve my God. Everything that I want is my God to fill my heart. There is a man of God. I think everybody loves him. His name is David. We heard many sermons of David, I'm sure. Every story in David's life is like its own sermon. And there are words that David said. And they're very interesting to me. Psalm 41. 41. Со 2 и по 4 стих. David говорит такие слова. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицом Божьим. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? As the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When I go and meet when can I go and meet with God? My tears have been my food day and night, while man say to me all day long, where is your God? Духовная нищета мне кажется подразумевает собой полную зависимость от Бога. I think that means complete dependency on God. And David understood this and we see in this place where he truly shows a spiritual poverty. When he says, as the deer wants this water, so I want my head, I want my soul to be with you, God. God. And this king David is taking a big position, he's a rich man and he says, God, all I need is to come to you. And he says, my soul looks for God of my strength. You know what else the poverty does? The spiritual poverty? We trust God because we know that our God is powerful. My God is a strong God. And if today I don't have strength to do something in my life, I will go to him because my God is a God of strength and my God can do everything. I can't do some things. I don't have energy or power for something, but I know the one who can give me strength. I know the one who can do everything. And David says, this is the God I approach and I wait when can I come and meet God, meet him face to face. A man who is spiritually poverty no matter where he goes no matter what he does. His constant place that he's seeking is a place where he can experience God. A man who is spiritually in poverty always seeks the presence of God. I think that to us the people that read the scripture today who have heard thousands of sermons I think we don't need to explain what we receive when we come in the presence of God. When we come into the presence of God I'm going to tell you from my experience God starts to fill everything that is not enough. When you're in pain and you come to the presence of God God heals your pain. When you have questions when you've lost hope when you don't know what to do you come in the presence of God. God gives you peace into your life. When you come and you truly experience and you don't know what to do whether it's go right or left you need some guidance from God God gives the right thoughts into your mind gives you the right words which become an answer to your question. There are times when you come before God and you don't know what you want but you understand that you're not in your own place. You understand that something's missing here. You understand that you cannot live a fulfilled Christian life but you cannot give your answer as to why this is happening. Everything's good and you have everything and when you just look at the person you can tell they're sinful that they're doing something wrong but as strange as it is there's something going on in your heart and you don't know what's going on but when you come in the presence of God His glory it shines through your heart and then you see the problem in your heart. Therefore dear friends I want us to understand when Apostle Paul talks about the grace of God and then he talks about their problems and their desires and talking about their complete joy it is because God's glory abides with them. It is because they are spiritually in poverty they came before the face of God and God is filling them with the joy with His strength God's giving them the strength to help others. Some of us that basically have everything today we think that somehow we can help someone we think that if today I take and I give a certain amount of money to someone I don't know about tomorrow I'll be able to fulfill my needs and we think if I give 100 or 200 dollars to someone what if I need those 100 or 200 dollars those people wanted to give everything they had and then some I want us to have this desire for that desire to be in our heart and I want all of us to become spiritually poor and poverty before God I know that behind our back maybe you have 10 or 40 years of spiritual life with God and maybe we think that we have achieved some things we read the scripture and we know exactly what it's talking about we pray and we feel the Holy Spirit touching our heart and we have tears coming from our eyes it is pleasant for us to be in the house of God and we think I have made it as a Christian but the scripture says something else the Bible says the Christian person is a person that is always and always and always and always and this improvement comes through spiritual poverty when you understand you are not complete you go to God and God makes you more complete I think this is the secret for all of us and it's revealed for us so that we would become this powerful personality I think this is the secret so that every family that comes to church would also be this way before God and I think this is the deep secret revealed for every church because you don't need to ask the members of the church you don't need to ask many people who is going to do something because every single person is ready to do what they can and then some I think these are the ministers these are the people that God is looking for God is looking for those who today will say Lord here I am take me use me we're going to pray right now and I want all of us to look over our heart one more time you know everything I want us to forget is our problems the things that trouble us and for us to just come into the presence of God and to ask God that His glory would shine to our heart that we would look inside of us and see what is inside of me I want today people that don't need this strength would understand that they're not really fulfilled in anything in this life and maybe they're not and they don't understand why in this prayer let us look for an answer let us seek the face of God because you can speak with your friends you can speak to the ministers you can speak to anyone but the right answer the right understanding of your situation is only belonging to God we as people might not understand what's going on in your heart we might not understand what's going on in my heart but God He sees you He sees me He knows you and me and He's ready to change our heart He's ready to pour His grace into our hearts but only then when we bow before Him and we say I need You when we say Lord I truly need You because without You I don't know what will happen today or tomorrow I cannot be who I am without You Lord I need You I need You I need You I need You I need You